Всем привет! Впереди ответный матч Лиги Чемпионов между ПСЖ и Баварией. Самый интересный матч, наверное, во всем розыгрыше Лиги Чемпионов этого года. Наверное, думаю, больше интересного матча не будет. Первый матч закончился победой ПСЖ 2-3. Матч проходил в Мюнхене. И вот ответный матч. Ну, многие говорят, что у Баварии состава нет, то, что они лишены состава. Там чуть-чуть ли не 11 игроков в основе нет. Ну, я не согласен с этим. Почему не согласен? Да потому что по сравнению с прошлым матчем у Баварии не будет играть, по-моему, такой Зюли. По-моему, Зюли и, возможно, кто-то еще. Вот. Ну и что? И Ливандовский не будет. Он не играл. А что мы видели в Париже? Мы видели в Париже, что там просто было изнасилование. Бавария просто проводила изнасилование этого ПСЖ. Ну, просто так получилось, что ПСЖ из нихуя забил дохуя. А Бавария из дохуя ничего не забила. Вот. Примерно так. Ну, там было по обычной немецкой изнасилование. Бавария просто на две головы оказалась выше ПСЖ. Это правда. Просто счет такой. Ну, вот так получилось. В футболе иногда так получается. Я сразу после матча говорил, что во втором ответном матче Бавария просто отъебет этот ПСЖ. Вот. Ну, многие эксперты, особенно поклонники ПСЖ, говорят, вот ПСЖ возьмет, закроется и засушит игру. Против кого они засушат игру? Ребят. Против Баварии, которые играют тотальный футбол, самый тотальный футбол, самый мощный футбол за последние 30-40 лет. Даже Барселона они такое не играли. Даже Реал с Роналду не играли в такой футбол. Сколько у них было моментов? Они просто отбивались. Блять. 60 минут они просто выкидывали мяч. Куда угодно выкидывали. Игроки ПСЖ выбивали мяч куда угодно. И этот же состав и будет играть. Этот же состав Баварии он и будет играть против ПСЖ. Матч будет по сути на нейтральном поле. Болельщиков не будет. там не будет такой поддержки там Парижан. Поэтому проблемы Баварии я не знаю какие там проблемы Баварии. Я просто видел первый матч и откровенно ну просто если Бавария так играть будет блять они наебенят сколько зашатят. Кто-то скажет ну Бапе убежит а может убежит. Ну понимаете я рассказываю свое видение и свою аналитику то что должно быть а что в реальности будет я не знаю ну и то что должно быть я могу сказать то что Бавария ну блять на две головы выше ПСЖ. понимаете в чем отличие тренерской работы ПСЖ и Баварии в том что тренер Баварии Флик он делает команду она играет в командный такой доминирующий футбол в отличие от ПСЖ ПСЖ просто заиграет там за счет индивидуальных качеств каких-то футболистов Неймара и МВП а у Баварии это командная игра именно командная игра и до пизды что там нет Ливандовски ну и хуй с ним до пизды вообще не важно там каждый игрок он готов на сто процентов именно командная игра у Баварии построена именно на тысячу процентов и поэтому потеря таких лидеров как Ливандовски они не сильно сказываются вот ну просто представьте что в принципе выйдет тот же состав Баварии который играл в Париже да не в принципе а тот же ну Зюля не будет и что тот же состав Баварии выйдет против ПСЖ ну блять такое такое же блять будет избиение кто скажет ну блять какое-то избиение когда счет 3-2 выиграл ПСЖ ну да выиграл и что блять им везет в третьем матче подряд они с Барсой были два матча которым фартануло а сейчас у них блять из Баварии первый матч у них был супер фарт вот понимаете что кто говорит что у Баварии там нет 11 человек да ребята вы понимаете что против да у них нет 11 человек но против ПСЖ будет играть та же самая Бавария что был в первом матче понимаете что и в первом матче было Баварии И ни о каких потерях мы здесь не говорим То есть это будет продолжение первого матча И закрыться против Баварии Не знаю, как они могут закрыться Я очень сильно сомневаюсь Первый матч против Барса выиграл 4-1 А во втором Барса их в первом тайме должна была 4-1 забивать Если бы не этот долбоеб Дембеле У них столько моментов 100% было Ну, мы забили Ну, Бавария и Барселон даже рядом сейчас настоят Поэтому я считаю, что явный фаворитом матча Это безусловно Бавария Безусловно Бавария Вот Еще раз тот момент какой Говорят, что? Говорят Что возможно на вас не будет играть у ПСЖ Это в принципе единственный игрок в ПСЖ Который принес победу ПСЖ в первом матче Это воротарь, воротарь ПСЖ, кто не знает Говорят, что он вроде как может выйти на уколах А может и не выйти, да? Я думаю, он выйдет Но факт, что у него там какая-то микротрама или трама Или он выйдет даже на уколах Это говорит о том, что скорее всего не совсем готов И уже может таких сейвов не будет с его стороны А если выйдет дублер Ну тоже вопрос, да? Я думаю, наверное, похуже на вас То есть у ПСЖ, на мой взгляд За неделю может быть даже больше потери Чем у Баварии То есть у ПСЖ главный герой Главный игрок это вовсе не Мбаппе или Неймат А это Навас, который вытащил в принципе за уши ПСЖ И этого игрока возможно не будет Тут даже важно не то, что может его не будет Но он будет играть А то, что он будет уже с травмой играть Это тоже надо учитывать Потому что зачастую, когда игроки играют с травмой Они уже так не блещут Да и постоянно фартить тебе не может Вот такое мое мнение Я считаю, что явным фаворитом этого матча Конечно же Баварии И моя ставка, и мой прогноз на этот матч Это проход Баварии за коэффициент 3.36 Я ставил хорошую сумму на этот матч И ставил на коэффициент 3.7 Я сразу после первого матча Когда в Бет-Сити выложили Про ставки, да? Я ставил на коэффициент 3.7 Вот, ну сейчас уже 3.6 Я считаю, что это вполне нормальная ставка Тот скажет, блядь, коэффициент 3.6 Да ты ебанулся Ну и что? Надо брать Бавария, да, боги бить до тех, пока они не выйдут дальше Бавария не устроит просто победу над пассажем Им нужно выигрывать Выигрывать и забивать три мяча Понимаете? Тот скажет, ну да, пассажир тоже будут убегать Ну да, будут убегать Да что? Так Бавария может и 5 забить и 6 Тоже Томас Мюллер трешка им закинет, да? И все Вот, ну, ну, по крайней мере, этот коэффициент Он очень хороший На мой взгляд, вполне-вполне ожидаема победа Баварии Там, с отсчетом 5-1 4-2 Вот В принципе, что нужно Баварии? Забить два мяча То есть 0-2 И Бавария вышла до следующего раута И ваша ставка на проход Баварии сыгралась То есть 0-2 счет уже устраивает Баварию 0-1 не устраивает Но 0-2 устраивает уже Какой еще счет устраивает Баварию? 1-3 устраивает 2-3 тоже устраивает То есть, по сути, Бавария будет Скорее всего, Бавария будет нацелена на забитие Наибольшего количества мячей Похуй наобороны Не знают, что она у них хуевая Они будут нацелены на большое количество мячей То есть, Бавария будет держать время Ну, скорее всего, мы 1 пропустим, да? Может и 2 Но мы должны 3 забивать То есть, изначально, блядь, там, наверное, хуй Бавария, скорее всего, хуй положит на оборону, да? Они будут, конечно, понимать Что им надо все равно 3 забивать Даже не 2, а 3 Вот Поэтому Я думаю Я думаю Это вполне реально Вот такая ставка у меня прогноз на этот матч Еще раз повторяю для тех, кто в танке Моя ставка, мой прогноз Это проход Бавария за коэффициент 3-36 Я лично пойду В Питере смотреть этот матч Немецкий спортивный бар И будем там с немцами тащить Баварию Всем пока Пишите, что думаете об этом матче Матч интересный Субтитры сделал DimaTorzok